Уральский футбольный клуб Акжаик вылетел из премьер-лиги. Результаты игры между местными футболистами шимкенским клубом Ордобасы оказались не самыми лучшими. Матч закончился со счетом 4-5 в пользу соперников. Игроки и тренерский штаб считают, что судьи не совсем правильно оценили игру. Матч прошел в минувшие выходные на стадионе Астана-Арена. Игроки футбольного клуба Акжаик показывали неплохие результаты. После того, как счет сравнялся и было выделено дополнительное время, соперники Уральского клуба забили в их ворота решающий гол, тем самым вырвав победу. Это одна из зрелищных игр, финальных игр Кубка Казахстана за всю историю Республики Казахстан. Тем не менее, мы проиграли, но мы не считаем, что мы проиграли. Мы выиграли, мы выиграли, достойно играли. Ребята показали характер, они бились до конца, показали хорошую, можно сказать, могу смело сказать, что хорошую игру показали. У Акжаика после этой игры осталось много вопросов и претензий к судьям прошедшего матча. Представители футбольного клуба просят вышестоящие органы разобраться в ситуации. Резко по поводу этого матча также высказался бывший министр информации и общественного развития Казахстана на своей странице в Facebook. Казахстанский футбол полностью прогнил и достиг невозможного уровня. В финале Кубка Казахстана на Астана-арене Акжаик встретился с Ордобасы. Мы увидели продолжение несправедливости, когда дополнительное время закончилось примерно за 4 минуты до конца. Откуда ни возьмись, появился судья и поставил пенальти в ворота Акжаика и отдал победу Ордобасы. Такие судьи продаются за миллионы тенге и разрушают казахстанский футбол. Блогеры, журналисты и болельщики придерживаются того же мнения, ведь прошедшая в минувшие выходные игра стала самой обсуждаемой темой среди фанатов футбола. По итогам матча шимкенский Ордобасы стал обладателем Кубка страны, а уральский Акжаик из премьер-лиги скатился в первую лигу. Футболисты расстроены, но рук не опускают. Уже в декабре они с новыми силами выйдут на поле и готовы демонстрировать хорошие результаты, чтобы к 2024 году снова войти в премьер-лигу. Олег Великий, Асланбек Саламатов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.